А я продолжу строительство мини-домика. В предыдущем видео я начал монтаж инсталляции под душ и пробивку канала в подфоновый стояк и вентиляцию. Но спохватился, так как надо было выполнить гидроизоляцию в местах перемыкания гипсокартона и пола. Сегодня продолжим работу в санузле и начнем с канализации. Если не составит труда, то нажмите на кнопку подписаться. Уж очень хочется добить до 1000 подписчиков. А сейчас первым делом начну обустройство канализации, которое будет в зоне душевой и смонтирую трассу фонового стояка в инсталляции. Далее перешел со 110 трубы на 50 диаметр и повел канализацию на трап душа и кухонную мойку. Все повороты в 90 градусов я выполнял с помощью двух уголков по 45 градусов. Намечаю места крепления трапа, так как его конструкция не позволяет на этой высоте его установить. Значит надо подлить. А палубку использую из обрезков труб. А пока это все набирает прочность, приступим к инсталляции. По разметке прикручиваю стойки инсталляции из бруса с сечением 50 на 50 к обрешетке стены через гипсокартон. Далее выставляем высоту унитаза, но не забываем, что еще будет толщина плитки с клеем и все это затягиваем, проверяя все время горизонт. Пришлось скрыть стойки крепления инсталляции унитаза, так как немного переиграл местоположение всей инсталляции. Надо зашивать душевой трап. Но чтобы это сделать, в первую очередь надо проложить водопроводные трубы, так как потом не будет доступа. Начну прокладывать водопровод. Все, что будет без доступа, решил собирать на аксиальные соединения. Фитинги и трубу использовал фирмы Stout. Достаточно легко собирается, если есть инструмент для затягивания гильз. У моего соседа такой был, он им поделился, за что ему большое спасибо. А далее все фиксируем это на хомуты и обрезаем трассу в районе умывальника. Когда все коммуникации снизу проведены, можно приступить к гипсокартону. Размечаем и просверлим необходимое отверстие. И устанавливаем лист в проектное положение. А дальше одеваем утеплитель. Так как надо выполнить отводку под умывальник. Покажу на одном примере, как происходит монтаж аксиального соединения. Центральная магистраль идет диаметром 25 мм. А отводы делают диаметром 16 мм. Как видите, трудностей особых нет, если приноровиться. Субтитры создавал DimaTorzok Так как все уложил, можно прикручивать гипсокартон. Устанавливаем еще один лист, но уже меньше по высоте, так как делаю со смещением листы. А после этого предварительно устанавливаем тракт в проектное положение и намечаем отверстие для сверления, чтобы зафиксировать тракт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фиксируем крепление трапа и устанавливаем трап на необходимой высоте и расстояние от стены, не забывая все проверять уровнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Установил опалубку и проклеил все стыки. А дальше из остатков сетки от стяжки делаю армирование трапа и все скручиваю вязальной проволокой. После по каркасу протягиваем остаток греющего кабеля и заливаем все бетоном до уровня трапа. Уклон будем делать отдельно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пока схватывается бетон, начал делать сопутствующие дела. Направляющий под инсталляцию умывальника проверил отверстия под розетки и светильники и нанес шпаклевку в техническом помещении. А вот такой результат можно видеть после снятия опалки. А сейчас сделаем уклон трапа. В длинную сторону получилось 78 см, уклон сделаю 1 см, а с короткой стороны сделаю без уклона, потом плиткой сделаю уклон. А стреляв отметки и отвезав направляющие, с помощью раствора сделал плюшки и сформировал уклон направляющих, ориентируясь на лазер. Вторую сторону сделал также. А теперь приступим к инсталляции умывальника. Помещение получается тесным, но надо постараться впихнуть сюда невпихуемое. Поэтому, откладывая расстояние, все очень компактно. Пока инсталляцию умывальника отложим, так как уже подготовлены стены в техническом помещении под покраску. Займемся сейчас именно этой работой, так как надо собирать инсталляцию унитаза и вести водопровод. Краску буду использовать для влажных помещений на водной основе от ВГТ. Зашпаклевал, конечно, я не очень. Но теперь знаю, к чему надо будет стремиться и как красить потом. Поэтому, это так, пробный, хороший раз был. Такой пробник своими руками. Многие нюансы можно рассмотреть будет и запомнить. Вот после второго раза. А сейчас приступаем к установке инсталляции. Сейчас сделаем здесь перемычку. С другой стороны, сейчас я тоже бруски прикручу. И такую же перемычку сделаю. Здесь настил делаю. И сверху у меня будет стоять стиральная машина. Ну, у меня уже так. Так как у меня здесь обстоятельства, получается, что будем делать именно так. Первым делом это закрепим балку настила. А прикрепив ее, закрепим к ней инсталляцию унитаза. Не забывая ловить горизонтали и вертикали. А излишки шпилек просто срежу болгаркой. На этом буду заканчивать. В следующем видео продолжим работу по устройству инсталляции унитаза и раковин. И закончим работу с трапом. Спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Обязательно ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok